Телецентр Останкино представляет В мире никто не ездит более часто, чем московский митрополит А вдруг шабанет и по Кокановичу дверями Руки, голова, голова, плечи, все Если мы едем в Москву со скоростью 500 метров в час из Минска Мы дойдем за полтора часа, зачем кого-то отгонять? Уже за сутки практически доезжают с Москвы до Адлера Я удивился, такой темп, такая скорость Слева у тебя Черное море, справа Азовская и впереди дорога Напоминает съемочную площадку фантастического фильма Нет, мы на реальном испытательном полигоне Конструкторы рельсострунной системы уверены Это транспорт будущего во всем мире Потому что по их расчетам он самый быстрый и безопасный Это, к примеру, Юнитрек для грузовых перевозок Это Юнибайк, прогулочный городской вариант А это Юнибуст, ну практически автобус По рельсострунной эстакаде между городами и странами Как планируют разработчики, транспорт разовьет скорость 500 км в час В форму акумную трубу транспорт может уйти И тогда скорость это может быть до 1250 км в час На остальных конусах Мы повысили эффективность на ее сравнении со скоростной же дорогой Примерно 5-7 раз Не воздушная подушка и не магнитное поле Испытатели всех секретов пока не раскрывают Но уверенно говорят, безопасность – главное преимущество этих дорог Здесь не используют взрывоопасное топливо Движение строго упорядочено, а значит не будет столкновений Зачем на дороге обгонять друг друга? Если мы едем в Москву со скоростью 500 км в час из Минска Мы доедем за полтора часа, зачем кого-то обгонять? Надо всем двигаться с одной скоростью На равном расстоянии друг от друга Безопасно Поэтому я могу с полной вины сказать, что мы безопаснее Того же автомобильного транспорта несколько тысяч раз Население планеты растет И совершенно очевидно, что ни автомобили, ни железные дороги Спустя полвека уже не смогут удовлетворить потребности всех В передвижении по миру По данным Организации облённых наций Коммуникативность людей за ближайшие 20-30 лет Возрастет в 5-6 раз Значит потребность в перемещениях увеличится в 5-6 раз И если люди будут перемещаться на традиционных транспортных системах Которые сегодня создали большое количество проблем В том числе экологичных, в области экологии То просто всё будет убито вокруг Значит, наверное, логистику надо менять Сегодня под автомобильными дорогами мира Закатанная территория, вот в асфальт И под шпалами похоронена Это 5 Великобритании Мы можем эти земли вернуть землепользователей Мы отнимаем минимум почв И видим, здесь под эстакадой растёт трава Здесь могут пастись коровы Может быть, вести сельское хозяйство Сейчас тестируют жёсткие и полужесткие конструкции из металла Но готовятся использовать и углеводородные волокна И тогда пролёты между опорами Можно будет увеличить до 7 километров А это значит, отпадает необходимость строить традиционные мосты И к тому же рельсо-струнные системы смогут транспортировать не только людей и товары Мы в путевую структуру зашиваем оптоволокную другие линии связи И зашиваем и в путевую структуру И используем опоры для линий трепередачи Поэтому наши комплексы Они не только будут перевозить пассажиров грузов Но и передавать витрис к энергии, передавать информацию В 21 веке в основном будут на втором уровне На втором уровне будет немножко автомобиль Будет немножко желез дорог, будет немножко лошадей Сегодня многим это кажется маловероятным Однако вспомним Строительство железных дорог в 19 веке Также считалось делом сомнительным и рискованным И деньги вкладывались не только и не столько государственные, сколько частные В России против поездов развернули агитацию Людей убеждали, что быстрота движения будет развивать у путешественников болезнь мозга А строительство дорог вызовет миграцию населения и как следствие упадок нравственности Но мир меняют Дон Кихотой, которые верят в то, что его можно изменить И сегодня без железных дорог представить себе нашу жизнь невозможно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова